Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на своем канале, где я провожу обзор различных фильмов, делюсь своим мнением, рассказываю о каких-то новинках кинематографа. Сегодня я вам хочу рассказать о фильме, который называется «3096 дней» режиссера Шерри Хормана. Главных ролях я прочитаю, потому что малоизвестные люди. Антония Кэмпбелл Хьюджес, Туре Линдхарт. Хочу сказать, что достаточно тяжело мне делать обзор по этому фильму. Так получилось, что я его посмотрел. Посмотрел достаточно бегло с перемоткой. Но он произвел на меня впечатление, поэтому решил с вами поделиться какими-то своими мыслями по данному фильму. Но надо сказать, что у европейских режиссеров, немецких в частности, австрийских, у них достаточно хорошо получаются фильмы такого плана криминального, детективного. На мой взгляд, в определенных вещах они превосходят американцев. Но дело в том, что этот фильм снят по реальным событиям, которые произошли с девочкой в Австрии, в Вене, по-моему. Звали ее Наташа Кампуш, а похитителем ее являлся Вольфганг Приклопилин. Такое вот старое немецкое имя Вольфганг, которое переводится «Шаг Волка». Я немножко этим интересовался, поэтому это знаю. Это надо спрашивать у людей, которые в большей степени изучают психологию, психоанализ и так далее. На мой взгляд, у него очевидные отклонения психические, очень серьезные отклонения. И он, значит, этот человек совершает похищение, продуманное очень. Он продумал все до мелочей. Он создал помещение, в котором эта девочка должна будет находиться длительное время. Там система вентиляции, подача пищи, воды, канализационная система. Все было продумано. Вот, такое небольшое помещение. И в итоге вот эта девочка провела у него в плену 3096 дней. Совсем недалеко находясь, в общем-то, от своих родителей. Никто и не знал, не подозревал об этом всем. В итоге она уже выходила в свет, в общем-то, там. Конечно, там в этом фильме существует сексуальный подтекст, как и в любых таких криминальных вещах. Вот, и какое-то психическое отклонение в плане насилия. То есть он постоянно ее бьет. Постоянные издевательства какие-то. Вот попытка навязать, в общем-то, свое видение бытовой ситуации. То есть там за каждую правильность она подвергается наказанию. Ну, это надо смотреть. Он воспитывает этого человека с детских лет, как животное. Вот так можно оптилизовать. Ну, как я вам сказал, что я смотрел его достаточно бегло с перемоткой, фильм, но мне запомнилась там одна фраза, являющаяся, на мой взгляд, ключевой в данном фильме. Она заключается в следующем. Вот это Наташа, жертва. В какой-то момент, уже находясь в взрослом состоянии, там, ну, я не знаю, может, лет 16-ти ей было, уже 18-ти там. Вот. Он очередной раз ее сильно избил. Она подверглась изнасилованию, там, и так далее, избиению. Это было как-то в перемешку всего. Она ему говорит, ты знаешь, в общем-то, да, все вот так сейчас проходит, но в конечном итоге-то останется только один из нас. Только один останется. Либо ты, либо я, потому что вместе у нас не получится, как бы ты ни пытался. Я не могу точно сказать, что он ответил. Его ответ был как-то невнятным, он больше выражен был каким-то действием, поступком. Но вот эта ее мысль, в итоге, она и стала финальной в самом заключении фильма. То есть, в итоге, так сложились обстоятельства в большей степени. Можно сказать, что ей повезло, что осталась именно она. Это вот именно обстоятельства. Он стал больше ей доверять. Он уже, в его понимании, она стала животным, которое выполняет любые приказания. Там, допустим, он сказал ей ходить постоянно без трусов и делать все по кухне, там, тереть пол. Она все это делала. Ни в коем случае не садиться с ним за столом. Она это делала. Вот, и, в общем-то, и он дает ей определенное поручение. Она это поручение выполняет. И он забывает закрыть ворота, внешние ворота дома. И буквально на какие-то секунды она получается, вот, что позволило ей выбежать, выбежать, побежать. И потом она все-таки молодая женщина была, достаточно физически крепкая. Она добежала, вызвала, попросила у кого-то помощи, вызвала полицию и так далее. На этом вся история заканчивается. Этот наш Вольфган покончил жизнь самоубийством по фильмам. И в реальности это так было. Кстати, я почитал, потом поднял материалы, как это было на самом деле. Это именно так и было. Такая история была, она была в Австрии. Вот. Так что, если вы хотите окунуться в мир вот такого драматизма, психологического накала, вот, криминальной такой истории, ситуации, вот, смотрите, такой фильм. Таких фильмов вообще в целом не так много, и они особенно тяжело воспринимаются людьми неадаптированными. Так что будьте готовы к тому, что фильм достаточно тяжелый, с такими сценами непростыми. Рабство тогда еще, в 20 веке, в 21 веке, оно все-таки, видите, существует и даже процветает. Человечество борется, борется с этим явлением, но победить до конца его очень тяжело в связи с тем, что вот такие лица, они присутствуют. Да, надо сказать, что вот этот сам наш антигерой, он вел активный образ жизни. Он путешествовал, отдыхал, к нему приходили какие-то родственники. Мама его, в частности, посещала. Он, в общем-то, работал там определенное время в компании «Симус». К нему приходила больница, но он все так грамотно сделал, так подготовился к этому, что его ни в чем заподозрить было невозможно. А через какое-то время он уже даже с нашей похищенной девушкой отдыхал в Альпах. Ездил отдыхать там в Австри-Альпе. Красиво, великолепно. Такие замечательные пейзажи. И она до такой степени была доведена, в плане слома характера, что и она, в общем-то, и боялась помощи попросить открыто. А в тех моментах, когда она делала попытки, они были у нее неудачными. Так что, если вы готовы, адаптированы для вас, это не будет тяжелым ударом психологическим. Посмотрите фильм. Не забудьте подписаться на мой канал и оставить ваши комментарии. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.